Совсем недавно на этой трассе ревели моторы гоночных болидов «Формулы-1». Сегодня здесь впервые в истории Сочи автодрома снимают гоночное реалити. Здесь в скорости, ловкости и выносливости со звездами шоу-бизнеса соревнуются автолюбители со всей страны. Здесь из обычной гонки делают настоящее шоу. Над этим работает целая команда продюсеров, режиссеров, операторов. Заранее продуман буквально каждый кадр, чтобы в итоге донести до телезрителей этот сумасшедший драйв. Саша, а вы его провезите кто-нибудь, чтобы ровненько было. Телепроект «Гонщики» стартовал в прошлом году. Первый сезон снимали на столичном автодроме Москва-Рейсвей. На этот раз выбрали Сочи автодром. В новом сезоне новые правила. Роль автогонщиков примерили на себя не только простые автолюбители, но и звезды шоу-бизнеса. Многие впервые управляли гоночными болидами. Я немножко позанимался, поучился входить в повороты. И я понял, что 16 лет опыта гражданского вождения здесь будет только мешать. Здесь я ощутила адреналин в полной степени. Тем более, что, несмотря на то, что у меня был неболид. У меня был же, если что. Да, но тем не менее, я понимала, что я педаль газа выжимаю в пол и хочется еще. Она уже просто не выжимается. Рев моторов и запах сжженной резины – обязательные элементы гоночного реалити. На трассе участники могут разгоняться до 250 км в час. Но разогнаться как следует удается не всем. Ведь прежде участники прошли первый этап – гонку на бездорожье в горах Красной Поляны. И по ее итогам каждый участник выехал на трассу Сочи-автодрома на автомобиле определенной мощности. Нет никакой зачетной бальной системы. То есть, кто пришел первым, тот получает лучшее транспортное средство на трассе. Кто пришел последним, тому достается там что-то попроще. Хотели пошутить, дать и шака или лошадку, одну лошадиную силу, но нам не разрешили, потому что по территории трека не могут передвигаться такие же умные. К сожалению, но это было бы весело, мне кажется. Интересно работать со всеми – и с простыми участниками, и со звездами. Самое интересное, что в начале дня ты приблизительно понимаешь, кто, скорее всего, может выйти в финал. А в реальности получается все наоборот. Например, у нас две девочки вышли в финал, а мы даже не предполагали, что они смогут быть такими сильными конкурентами у ребят. И на самом деле я счастлив, что шоу получилось очень захватывающе, интересным. Самый тихоходный автомобиль в этот раз достался Доминику Джокеру. Правда, признается певец, это не помешало ему услышать виск шин и почувствовать себя настоящим гонщиком. У меня щенячий восторг. Во-первых, я получил море удовольствия от содержания парка, так как скорость мне позволила разглядеть парк. Электрокар едет 40 км в час. Но я сам за что боролись, на то и напоролись. Я сам заслужил этот почетный электрокар. Хотя, я говорю, я получил реально море удовольствия. Съемки второго сезона шоу «Гонщики. Битва со звездами» завершатся 18 декабря. В финале лучшие гонщики поборются за главный приз – спортивный автомобиль «Ягуар». Галина Захарова, Димит Даниловский, телекомпания «ФКТ».